продолжаем делать дверку заднюю здесь у нас еще такой заломчик со складочками но вот уже стало попроще сейчас надо до разбить меденки шишки подубить чуть еще крючком на делать и в принципе плоскость вот он шишачок надо разбивать с резкость наведется в принципе уже и так видно что тут как бы все более-менее ровно а микрон и вылавливать смысла нет это никому не нужно можно конечно просидеть и день и два и до идеала тонким крючком вот таким вот острым как иголочкой выправлять это никому не нужно ровно может мельчайший блик есть но по сравнению с тем заломом который был и в общем-то его не особо было видно это я считаю нормально переходим к следующему этапу работы все здесь вот ровненько в разумных пределах все нормально вот еще там есть маленький опять же под ручка его еще вот эта часть смотрим здесь у нас было умятинка плавная полога и вот что осталось у нас этот вот этот участок вот эту часть надо делать даже поближе вот начинается отсюда и дальше что смогу доделаю крючками вот и клеем а потом уже конечно вот этот нарушенный кант сейчас я его сниму тут идет вот он кант а возле него вот она вмятина со складкой и здесь тоже самое тут уже конечно так как возле ручки там не получится ну что смогу сделаю остальное будет доделываться споттером тихоньку плоскость выходит принципе уже можно чуть подрихтоваться уже под шпаклевку я еще попробую доделать насколько он у меня получится наша дверка что мог подправил все здесь принципе ровно вот эти вот вещи тут в принципе зачистить и вот эти ямочки зашпаклевать и чуть здесь покрывочки будет тут буквально 5-6 грамм шпаклевки будет остальное все ровно в этой части тоже все получилось так что здесь зона ремонта будет размером пачка сигарет где-то хорошо продолжаем работу вот она вторая деталь это передняя дверь вот такая зона ремонта у нас получается продолжаем работать тут работы побольше но чем больше работы чем она сложнее тем будет интересней она наша зона ремонта камера иногда слепнет как бы не всегда получается снять практически парцер и даже ощущается такая вмятина длинная вдоль двери и доходит практически до начала ручки здесь у нас перетяг не всегда можно снять то что видно глазом я стараюсь вот так потихоньку вести чтобы было видно вот собственно с чем предстоит сейчас повоевать ну и потом дальше вот эта часть тоже тут есть над чем поработать ну что начинаем делать вот эту вот часть тут результат уже в принципе виден все нормально получается так это все выглядит в кранчике полосатиком вот видно что здесь перетяг у нас здесь у нас все продолжаем работу нет смысла все это снимать когда будет что показать я засниму дальше вот сейчас надо вот эти следы убрать полировать чтобы было видно хорошо вот она вымытая деталька это как бы небольшое видео уже в дневном свете все вот эти вещи все вот эти вещи то что здесь было от зеркала зеркало когда ломалось нашкодило все ушло полировкой только вмятинки остались такие ну что значит заводская покраска все по уходило все чисто остались только вот вмятинки ну что начинаем работать я для чего полирует для того чтобы мне лучше было видно и более качественно произвести подъем этих вот здесь вот она дыды дыды вот они там чуть остались и вот здесь рядом здесь вот вторая полоса идёт вот сбоку видно одна полоса вот она вот она вторая здесь уже вышло чуть-чуть еще пробить надо будет дочистить дочистить вот она вторая часть синий перу рубашки но здесь как раз под ней усилители тут будет посложнее воевать а я знала что ли я же ничего не знала ну что сейчас надо доделать вот здесь а потом уже заниматься второй более сложно вот это место где было касательно удар зеркалом вот уже осталось где-то сантиметров 15 от этой большой линии ну потом надо будет дочистить уже поставить большую лампу кое-где добить надо будет вот ну в принципе уже всё достаточно хорошо вот она полоса где была в лампе вот я ее показываю вот так она была кое-где виние вот они бликуют где-то вот еще ямки вот ну это бог с ним а вот она вторая полоса под усилителем вот так это все выглядит вот еще вот в этом месте где была первая полоса более-менее ничего целлюлит конечно есть а вот она он виден ну скажем так все в принципе более-менее нормально а вот что касаемо вот этого места вот здесь в этой части здесь работа будет посложнее за усилителем тут усилитель вот и здесь конечно будет посложнее особенно вот это вот место тут такая каша шишки ямки шишки пару ямок опять шишка пару ямок плюс там герметик придется герметик немножко подрезать чтобы он дал свободу перераспределению металла ну и потихоньку подлазить крючками где есть доступ править а потом уже только клеевая ну в общем и целом то что было видимое вот это вот полоса у нас была она как бы уже невидимая стала в камере конечно при увеличении вот он целлюлитик есть я по ней иду прям по этому месту но но в принципе уже дочистить будет нормально ну вот с этой стороны в принципе не видно почти ничего что продолжаем тут вот здесь повоевать и здесь придется еще вот вот как раз то место под усилителем вот здесь полоса и здесь вот так неровности вот вот такая работа еще куча шишек вмятин тут жесткости кругом герметик поведенный металл так что еще пока хвалиться нечем надо это все пробивать выдергивать поднимать и так ни раз ни два видно под жесткостью это вторая которая была маленькая полосочка полосочка вот еще тут все довольно таки грустно выглядит ну в принципе если так на улицу выставить особо не приглядываться естественно вот этого целлюлита особо заметно не будет вот только знающие люди увидят кто понимает как смотреть тут не будем останавливаться на достигнутом но на сегодня уже хорош